Привет всем! Любите ли вы музыку Soul, так как люблю её я? Наверняка любите, а может быть даже сильнее. В этой связи, вот у меня тут пластинка Марвина Гея, 1962 года, песня. Почему я её достал? Потому что я хочу вместе с вами вспомнить о замечательном соул-альбоме моей любимой группы The Rolling Stones, 1965 год, Out of Our Heads. Пластинка, как говорил Джаггер, и я тоже так говорю, пластинка, с которой началась история настоящего The Rolling Stones, с настоящей группы по-настоящему. Так уж сложилось. В 1964-1965 годах у Stones выходили постоянно то там, то сям синглы, выходили альбомы. Rolling Stones Now, December's Children, после Out of Our Heads. 12 на 5 там где-то пластинка болтается. Болтается у меня её нет, к сожалению, очень хорошая. Всё перепутано, потому что пластинки зачастую, что значит зачастую, все эти пластинки состояли из набора синглов, а также студийных записей, разбросанных по странам света. То в одной студии в Америке, то в другой студии в Америке, то в Чикаго, то в Лос-Анджелесе, то на Чес, то в Голливуде, то в Лондоне, то в Париже, где-то ещё. Постоянно что-то записывалось, что-то выпускалось, что-то не выпускалось. Потом из этого всего собирались альбомы. В Америке и в Англии они отличались, издания, я уже говорил про это. Ну, The Rolling Stones Now, например, очень хорошее. Тут песня Мона, про неё меня спрашивали. Какие-то латиноамериканские такие дела, очень смешно. Everybody needs somebody to love. Песня, которая звучит в фильме Blues Brothers, известное произведение Down Home Girl. Ну, вообще тут всё хорошо. Лиз Лэрад Рустер, песня Вилли Диксона. Очень странно здесь сделана, она отличается очень от версии Диксона. Вообще всё на самом деле хорошо. Но я хочу вернуться всё-таки вот к этому альбому Out of Our Hats, с которого началась история большого коллектива. The Rolling Stones, большая история. Потому что, несмотря на то, что пластинка также была скомпонована из песен, записанных в разное время, в разных местах, а именно в Лондоне, в Чикаго и Голливуде, как пишет здесь Эндрю Лук Олдхэм в маленькой аннотации. Такое ощущение, что группа пришла в студию и записала альбом. Ну, там, за день, за два, или за неделю, или за месяц, не важно. Но такое ощущение, что прямо вот писали пластинку. Хотя это совсем не так. Я повторяю, что всё было собрано из разных источников. Но ощущение полноценного альбома впервые, конечно. Эти пластинки тоже очень хорошие, я их очень люблю. И первый альбом мне нравится. Вообще, мне Дором Ир Стоунс нравится полностью. Мне нравится их звук, их подача, их месседж, если можно так выразиться, умного. То есть, если по-русски говорить, посыл, который идёт от них в сторону слушателя. Иногда он долетает до слушателя, иногда не долетает. Но здесь, я ещё расскажу, абсолютно цельный альбом, который не уступает ни пластинкам Битлз, которые тоже, в общем, были, некоторые из них были собраны из разных кусочков, а некоторые нет. Ну, это с Битлз там другая история. В другом месте, в другое время, на другую тему мы поговорим. И это удар под дых. Я назвал это соул-пластинкой, потому что это чистый, ну, не чистый, на 95% соул. И вот песня Марвина Гея, песня, точнее, которую исполняет Марвин Гей Хич Хайк, на этом альбоме 62-й год, она здесь присутствует. Я её послушал сегодня, как раз в исполнении Марвина Гея. Очень заводная, очень лёгкая, очень язвительная, сексуальная. А здесь она превращена, она идёт вторым номером, и она такая качалка, мощнейшая, тяжёлая, с тяжёлыми ударными, с тяжёлым басом. Вообще, пластинка очень мощная. Для 64-65 года она, конечно, как танк. Я не знаю, кто так играл в те годы. С такой плотностью, с таким звуком, который просто давит по-хорошему. Ну, это приятное такое давление роковое, рок-н-ролльное. И в то же время это соул. Джаггер поёт, как настоящий хороший чёрный соул певец. В лучших традициях, с отличным диапазоном, что удивительно, казалось бы, да, молодой, белый, бледнолицый парень, вдруг так, а, как, как дал голосины. Ну, начинается всё с «Мерси, Мерси». Опять-таки, качалка. Весь альбом в раскачку. Но он не то, что в раскачку, он вот так вот катится. Катится. Гитарный риф, бас ударный, и пошёл голос Джаггера. «Это Мерси». И вот так вот, и такой накаток, паровоз на тебя несётся. Просто тяжело дышит паром во все стороны. Сигналит этим самым гудком. В общем, очень неожиданно. Я помню, что когда мы впервые услышали этот альбом, в давние-давние годы, там, в конце 70-х, как-то просто думал, что же это такое, ничего себе «Роллинг Стоун» сдали в 65-м году. Такая мощь, такая мощь. Я повторюсь, что в те годы вряд ли. Следующий номер «Хичхайк». «Марвин Гей». И в отличие от «Марвина Гея», в 14 тысяч раз, наверное, мощнее, тяжелее, громче, язвительней. Язвительный голос Джаггера на этой пластинке раскрылся, как певец, конечно, он удивительным образом. Хотя, опять, удивительным образом, потому что из разных мест, разного времени записи, но они как единое целое все. Как будто вот такое с песни «Мерси, Мерси» до «One more try», последней песни, как единое такое послание человечеству грандиозное. «The Last Time» – песня Джаггера Ричардса. Немножко полегче. Немножко полегче. Потому что две песни черные были первые. «Мерси, Мерси» и «Хичхайк». Это немножко полегче. Это все-таки Лондон такой. Ну, как-то так повеселились. Но не портит. Не портит ничего. А вот «That's how strong my love is» – песня, прославленная Отисом Рейдингом. Вообще, пластинка кренится в сторону Отиса Рейдинга. Один из величайших соул-певцов. И Джаггер здесь спел не хуже, надо сказать, этого гениального, абсолютно, исполнителя, музыканта Отиса Рейдинга. Такую дал, такой дал соул с хрипотцой, без хрипотцы, с эмоциональным каким-то просто надрывом. Так здорово. Так здорово. Я не пойму, что черная эта музыка или белая эта музыка – все вместе. И вот этим Рейдинг Стоунс и хороши, и удивительны. Потому что они соединили, наверное, первая группа, которая соединила действительно… Первая после Элвиса Пресли. Соединившая черную музыку и белую музыку, и прославившая черную музыку. И давшая заработать черным музыкантам очень хорошо. Потому что авторские права выплачивались регулярно авторам этих замечательных песен. Good Times и It's All Right завершает первую сторону. Концертный номер, запись с концерта. Толпа орет, ревет. Музыканты играют. И удивительная глиссанда на гитаре. Я не знаю, кто это играл, Брайан Джонс или Кит Ричардс. Но там довольно плохо его слышно. Но совершенно безумно такие два прохода, таких сумасшедших абсолютно. Ну и дошли мы до песни Satisfaction. Открывающей вторую сторону. Которая, как известно, пришла Киту Ричардсу во сне в Лос-Анджелесе, в Голливуде. Когда они играли и записывали альбомы. Ричардс принес магнитофонную запись того, что ему пришло во сне в голову. Набринчавшая на гитаре у себя в отеле. Принес это в студию. Все послушали. Сказали, что ну ничего, ну можно записать. И записали. Записали акустическую версию, которая Джаггеру страшно не понравилась. Потому что он счел ее похожий на калифорнийский психоделический рок. Который он в ту пору ненавидел. Сказал, что вот эта вот калифорнийская смуль мне абсолютно не нравится. Давайте делать по-другому. Давайте делать тяжелую историю. Тяжелой историей не получалось. Поэтому пришлось сходить в магазин. Купить приспособление под названием FUS. Включить его. И тогда получилось что-то похожее. Более-менее то, что устроило Ричардса. Хотя это не устраивало его никогда. И песню эту он не любил. Когда решили выпускать ее с синглом, он был категорически против. И собственно и Джаггер был против. Они считали, что это обычная проходная песня, которая просто будет где-нибудь на альбоме болтаться. И все, и не надо ее синглом, не надо ее вообще позиционировать как главное произведение. Однако она стала брендом. Она стала трейдмарк The Rolling Stones. Она стала одной из самых показательных песен рок-музыки, наверное. Но Ричардс считал, что вот этот риф, который он придумал, гитарный, он вообще не для гитары, а для духовых. И считал, опять же считал, повторюсь, что очень хорошее исполнение, и правильное исполнение этой песни, это исполнение Отиса Рейдинга, который взял песню Satisfaction, спел ее, I can't get no satisfaction. Вот на этом концерте, это запись концерта апреля 66-го года, Whiskey and Go Go. И здесь этот риф играется духовыми. И Ричардс, собственно говоря, и говорил, что этот риф для духовых. Такой пачкой. И натуральная соул-песня. I can't get no satisfaction. Но нет, случилось так, что эта гитарная версия осталась и стала знаменитой. Cry to me. Дальше опять-таки пошли в соул. The under-assistant west coast promotion man. Мерзкий, тяжелый ритм and blues, написанный музыкантами группы Darwin Stone с Джаггером и Ричардсом. Тяжелый, абсолютно классический блюз. Ритм-блюз. Просто классика, классика. Play with Fire. Вот следующий номер. Очень, мне кажется, очень смешным. Такая слезоточивая баллада, которая... Ну, такая гопнический вариант. Это когда гопники сидят на завалинке, курят беломор, на гитаре, на лавочке, поют песню про то, как девушка меня бросила, а я несчастный, жду тебя, приходи, ты не придешь. Ну, вот из этой оперы, Play with Fire, она именно так и исполнена. The spider and the fly. Опять-таки Джаггер Ричардс. Ну, паук и муха, да, естественно. Тут про секс. Про что еще, может быть, в такой песне спета? Подтекст ясен. Совершенно. И она такая подкрадывающаяся, подкрадывающаяся в меру таинственная, в меру агрессивная. И финал мухи здесь предопределен. Совершенно все тут понятно. И One More Try. Финал альбома блестящего Out of Our Heads. С этого все началось. И до сих пор не заканчивается. На радость всем нам. Пластинка впервые вышла в Америке. То есть, сначала она вышла в Америке, потом она вышла уже в Англии. С измененным плейлистом. Несколько песен были заменены на другие. Но эти несколько песен как раз на December Children можно обнаружить. Поэтому, если придет в голову иметь полную хронологию The Rolling Stones, у вас американское издание Out of Our Heads, то, значит, надо приобрести December Children. Иначе полного набора не получится. Равно как, если у вас и английский вариант вот этого альбома Out of Our Heads, тоже надо приобретать вот эту пластинку, потому что иначе коктейль будет без нескольких ингредиентов. В общем, это все очень здорово. Это, наверное, последний привет. То же самое, что я говорил про Битлз. Последний привет такого легкого, но тяжелого. Легкого, но тяжелого. Британского, в данном случае, ритм-н-блюза. Про Битлз мы говорили в чистом виде про рок-н-ролл. А здесь про британский ритм-н-блюз, который оставался еще пришедшим от черных музыкантов. Вот это вот американский свет вот этой музыки. Свет черной музыки. Он здесь присутствует. Потом он, в общем-то, погаснет, конечно, и придет сумрачный Лондон. А вот этот альбом, вот этот December Children, это, конечно, еще все еще отсюда. От Марвина Гея, от Отиса Рейдинга, от Чака Берри. От веселья. Музыка веселая, несмотря на то, что тяжелая и жесткая, но веселая и по-своему светлая. Я говорил про свет черной музыки. Это очень светлая музыка, жизнеутверждающая, я бы так сказал. А сумрачный Лондон принесет нам другие прелести, которые мы тоже любим и в которых будем находить удовольствие. Пойду выпью. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok